В Люберцах подвели итоги проведения комплекса «Готов к труду и обороне» в третьем квартале 2023 года. Детям, которые успешно сдали нормативы, в торжественной обстановке вручили знаки отличия. Подробности в следующем сюжете. Обладателей знаков отличия ГТО собрали в актовом зале 44-й гимназии. По итогам сдачи норматива в третьем квартале прошлого года их 37. Сначала на сцену пригласили детей, которые показали наилучшие результаты. Самый юный среди них – пятилетний Дмитрий Авдеев. Я забью на ГТО два гола. И поэтому я получил такую медаль. Я чувствую радость. Всего золотые значки ГТО разных ступеней получили 35 человек. По одному юному спортсмену стали обладателями серебра и бронзы. Наилучшие результаты жители Люберец показали в таких нормативах, как бег на короткие длинные дистанции, прыжки в длину и отжимания от пола. Результат отличный, но у нас большие амбиции. Мы хотим увеличивать, 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 вовлекать как можно больше граждан в систематические занятия, физической культурой и спортом. Ну и также, чтобы комплекс ГТО вошел, скажем так, в обиход и все стремились только к золотому знаку. Уже совсем скоро подведут итоги проведения комплекса ГТО за четвертый квартал минувшего года. Всего в 2023-м обладателями знаков отличия стали 704 жителя городского округа Люберцы. В этом году планка выше – от полутора до двух тысяч человек.